Не выходи из комнаты, не совершай ошибку, зачем тебе солнце и так далее. Когда Иосиф Бродский писал это стихотворение в 1970 году, вряд ли он подозревал, что в 2020 этот текст станет одним из самых популярных в русскоязычном интернете. А какие еще произведения, каких еще классиков стоит вспомнить, прочитать или перечитать в эти непростые дни? Давайте разберемся. Филолог Сергей Монсков говорит, Бродский это конечно хорошо, но все же советуют вспомнить и более раннюю классику Пушкина. Если вы в маске идете по городу Барнаул, на ваших руках какие-то перчатки, которые предохраняют вас от вирусов и бактерий, то наверное есть смысл читать знаменитую пушкинскую трагедию, почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомый, чьи песни, отзывки былые. В общем первое время чумы. Это и для ритма шагов будет прекрасно, для жизнеутверждения будет замечательно, потому что есть упоение в бою и мрачный бизнес на краю. В его списке рекомендованной литературы Декамерон Бокаччо, средневековая Флоренция, эпидемия чумы и люди, которые изолируются и наслаждаются жизнью и историями. А еще совсем свежая классика, роман «Лавр» Евгения Водолазкина о средневековой Руси, целительстве и многих важных в такое время вещах. Кинолюбителям проще, тема массовых заражений одна из самых популярных, чего стоят хотя бы бесчисленные фильмы о зомби, но есть среди картины такие, которые благодаря своей реалистичности достойны внимания даже ученых. Когда фильм Содерберга «Заражение» вышел на экраны в 2011 году, особого фурора он не произвел, хотя в памяти еще были свежи эпидемии атипичной пневмонии и свиного гриппа. Зрителям было скучно, какие-то ученые ходят туда-сюда, люди какие-то болеют и умирают, не тебе зомби, не, извините, кровище, ничего особо остросюжетного. Зато сейчас этот фильм бьет все рекорды просмотров в онлайн-кинотеатрах. Человеческие истории в разгар пандемии во многом они учат, как надо и как не надо себя вести, чтобы выжить. Самоизоляция, мытье рук, все эти знакомые нам теперь вещи там есть. Есть даже персонаж-блогер, который плодит фейковые новости. Психологи говорят, паника порой даже страшнее эпидемии. Даже есть понятие «эффект ноцеба», когда человек заболевает просто от мысли, что может заболеть. В такой ситуации искусство вполне способно дать терапевтический эффект. Искусство вообще оказывает достаточно неплохое терапевтическое воздействие на человека. И в условиях массовой паники, муссирования, темы про коронавирус, каких-то панических и даже апокалиптических настроений, действительно достаточно неплохой историей мне видится просмотр фильмов, чтение книг, любых. В целом специалисты советуют воспользоваться ситуацией и прочитать или посмотреть то, на что раньше не было времени. Тем более, что многие онлайн-кинотеатры, библиотеки, сайты сделали доступ к своим ресурсам бесплатным и свободным. Хороший повод приобщиться к прекрасному. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.